Дорожная кампания Где появится новый тротуар и почему теперь по 50 лет в ЛКСМ можно ехать с закрытыми глазами? Много песен и акробаты на лошадях. В глуши прошел 12-й хуторок. Здесь участвуют профессионалы своего дела. Что подготовили организаторы и почему праздник считается семейным? Третий пошел. В Бобруйске взял старт открытый чемпионат по мини-футболу. Победители высшей лиги у нас имеют право участвовать в чемпионате Могилевской области. Сколько команд и преподнесли сюрпризы первый тур. А также зарплата учителей, БГУ в мировом топе и важные вопросы. Парламент Беларуси сегодня открыл осеннюю сессию. Какие на повестке вопросы? Дорогу пешеходам. На улице Шевченко обустраивают тротуар. На участке от Крылова до Орджоникидзе. Почти километр. Уже уложили 250 метров бортового камня. Скоро приступят и к асфальту. В октябре работы завершатся. Ремонтируют и другие улицы города. Ведутся работы по устройству тротуаров на проспекте Строителей от улицы Сикорского до улицы Батова. Кроме этого, начаты работы по устройству тротуара и велодорожки на улице Ленина от проспекта Строителей до улицы Комбинатской. Сейчас по улице 50 лет в ЛКСМ подходят к концу все дорожные работы. Асфальт уложили от заезда на торговый центр «Корона» до Рокоссовского. Это 3800 квадратных метров. В октябре в городе завершится ремонтный сезон. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1872 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 545 843 человека. Борьба продолжается. И вакцинация пока самый надежный способ защиты. К слову, в Могилевскую область поступило более 12 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Напомним, для молодежи рекомендована однокомпонентная прививка. По словам специалистов, она поможет сформировать общий иммунитет. Что касается пожилых людей, им оказывают активную поддержку волонтеры. Молодежь за безопасность – топ-300 и статус педагога. Учителя к 2025 будут получать не меньше средней зарплаты по стране. С чем это связано? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Парламент Беларуси сегодня открыл осеннюю сессию. На повестке 20 документов и еще 17 находятся в работе профильной комиссии. Среди вопросов законопроект о туризме, кодекс об образовании и возмещении банковских вкладов. Произошел большой диалог о будущем. Какие правила политической и общественной жизни закрепятся в новой конституции – главная тема дня. Учителя к 2025 году будут получать не меньше средней зарплаты по стране. Достигнут этого ежегодным увеличением суммы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси. Роман Головченко отметил, что правительство учитывает интересы, улучшает условия труда и социальные гарантии. Государство продолжит работу над повышением статуса педагога. В Могилевской области приступили к формированию резервного фонда плодово-овощной продукции. Планируется пополнить запасы для обеспечения жителей региона межсезонный период на уровне прошлого года. В список ресурсов входят картофель, капуста, репчатый лук, морковь, свекла, яблоки. На сегодняшний день уборка урожая продолжается. БГУ вошел в топ-300 лучших вузов по оценке работодателей. Это обновленная версия британского рейтинга. Для этого учитывали репутацию, профессиональные достижения выпускников и сотрудничество с различными организациями. По показателю уровня трудоустройства студентов Минский университет признан 79-м. Всего в этом году были проанализированы данные 679 самых известных высших заведений мира. Акция «Молодежь за безопасность» пройдет с 4 по 15 октября в Беларуси. Сотрудники МЧС окажут благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной. Кроме того, напомнят о необходимости соблюдать рекомендации и установленные правила поведения в местах с массовым пребыванием людей. Мне бы хоть разок, еще раз на хуторок. В глуши прошел фестиваль народного творчества. Ручная работа, национальная кухня, конное представление. Организаторы подготовили яркую и насыщенную программу. Гости съехались уже в 12-й раз. Многие уезжали не только с хорошим настроением, но и с полными сумками сувениров. Ольга Васенда узнавала, в чем же секрет местных мастеров. Полвека в гончарном деле. Юрий Бовда – народный мастер Беларуси. В послужном списке – дипломы, награды. Самая почетная – премия президента. Хотя слава его давно обогнала. За рубежом тоже знают в обручании нам. Глину превращает в произведение искусства. Талант, кувшины, горшки, своеобразные сосуды, напольные вазы. Здесь только малая часть всех работ. Я являюсь еще продолжателем традиций Бобруйского региона. Потому что у меня учитель был 1901 года. Когда я пришел, ему было 71 год, а мне всего лишь 17. Вот с тех пор я занимаюсь керамикой. Ну, как бы попал туда случайно, но настолько я человек немножко преданный этому делу, поэтому я остался на всю жизнь. Деревенский быт, запах белорусских блюд, задушевные разговоры. Все проблемы и заботы остались где-то там. Здесь все сыты и довольны. Глушанский хуторок собирает друзей. Местные в национальных костюмах. На сцене – живой звук. Звучат белорусские песни. Рядом – конная фиеста. Акробатические трюки вызывают восторг у людей. Это уже 12-й по счету фестиваль. Эта ярмарка уникальна тем, что она, во-первых, аутентична и возвращает людей, присутствующих гостей и сами участники. Вот в то время, когда вот это зарождалось, наша культура, наша идеология. Поэтому здесь участвуют профессионалы своего дела. Ассортимент большой. Изделий из керамики, дерева, сувениры на любой вкус. Это касается и гастрономических предпочтений. Все блюда домашнего производства. Пока одни пробуют, другие обмениваются рецептами и советами, как правильно вести собственное хозяйство. Одна из площадок – выставка необычных овощей. Тыква-тюрбан, бутылочная, огурцы – китайский дракон. Растение – лагинария в форме гуся. Стоимость символическая – от двух до пяти рублей. В глушу целыми семьями осенний фестиваль давно стал настоящим праздником. Ремесленники, кулинары, садоводы приезжают не для заработка, для души. Люди находят друзей и вдохновляются мастерством умельцев. Приезжаем сюда из года в год. Очень нравится. А что нравится больше всего? А что нравится? Нравится вот эта атмосфера, которая здесь царит. Вот осень, праздник осени. Хочется душе. Мы приехали сюда всей семьей. Бабушки, дедушки, тети, дяди. Все вместе. Из года в год мы приезжаем. Нам очень нравится. Атмосфера вообще шикарная, осенняя. Такая семейная, теплая. Конечно, с каждым годом мы уже как семья все вместе, более сплоченные, уже есть знакомые. Знаете, это не ярмарка. Это отдушина, отдушина. Это так красиво. Посмотрите, даже нам природа сопутствует этой красоте. Люди все веселые, все улыбаются. Это же так хорошо, когда встречаются люди. Мастерство бобруйчан можно будет оценить еще и 8 октября. В агрогородке Ковалим состоится районный фестиваль-ярмарка «Тружеников села» Доженки 2021. Запланировано открытие парка здоровья, праздничный концерт и интересные сюрпризы. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Бобруйском правит спорт. Открытый чемпионат города по мини-футболу стартовал на минувших выходных. Турнир разделен на две лиги. Высшие 10 команд, первые 16. Всего 26. И это рекорд. Игры принимает спорткомплекс «Техас». Исключительно выходные дни. Время с 13 до 19.00. Кличев, Осипович и Елизова. Это география участников. Победители высшей лиги у нас имеют право участвовать в чемпионате Могилевской области. В прошлом году, кстати, команда Бобруйска-Громаш, участник нашего чемпионата, выиграла этот чемпионат, турнир и пробился в первую лигу чемпионата Беларуси. Что касаемо результатов первого тура, то здесь сюрпризов не случилось. Фавориты одержали победы. В высшем дивизионе возглавляют турнирную таблицу три команды. Белшина, Осетский и компания сборная МЧС. В первой лиге сразу шесть клубов набрали три очка. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok